Также губернатор Хабаровского края встретился с жителями Эльбана и других окрестных поселков Амурского района. Главе региона рассказали, что в сельской местности существует дефицит топлива и питьевой воды. На встрече с жителями поселка Эльбан Сергей Фургал представил нового главу Амурского района Павла Боровлева. Но есть проблемы, которые руководитель муниципалитета не сможет решить без помощи главы региона и правительства. Так выяснилось, что в поселке уже несколько месяцев дефицит топлива. Бензин привозят, в течение 3-5 дней его разбирают. Неделю нет. Операторов спрашиваешь, они говорят, мы заказываем, не возят сюда. А 95-й бензин вообще не возят. У нас даже колонки нет 95-го. Мы что, в другом государстве живем? Или как? Начальник комитета топливно-энергетического комплекса Владимир Белов отчитался, что сейчас ведутся переговоры по строительству заправки с компанией «Роснефть». Земля под АЗС уже выделена. Я свяжусь с руководством «Роснефти». И мы попросим, чтобы они в кратчайшие сроки построили здесь бензостанцию. В Ильбане уже много лет нет горячего водоснабжения. Жители поселка, а их 11 тысяч, используют электронагреватели и платят за свет более 2 тысяч рублей в месяц. Мы греемся бойлерами. И у нас такая цена на свет. Это же ужас. Снизить расходы на электроэнергию возможно. Для этого жителям Эльбана, которые греют воду с помощью бойлеров, необходимо перейти на пониженный тариф и вместо 5 рублей за киловатт платить 3,5. Губернатор поручил министерству ЖКХ провести переговоры с энергетиками. Мы предлагаем с ДЭХом встретиться с руководителем, переговорить, какие документы он готов принять, чтобы применить этот понижающий коэффициент. Жители соседнего поселка Болонь приехали на встречу с губернатором, чтобы рассказать о проблемах с питьевой водой. Наши детей в школе вообще не кормят, так как у нас нет воды. Детей кормят йогуртами, печеньем, соками. Чай горячий мы даже не можем купить. Выяснилось, что в поселке нет скважины, чтобы обеспечивать питьевой водой весь населенный пункт. Времени у нас мало, вопросов много. Мы говорим так, в течение 3 дней мы затребуем документацию, допустим, в течение 2 дней мы ее изучим, еще 2 дня на принятие решения, и там, допустим, 2 недели на составление, и приступаем к работе. Сергей Фургал поручил руководству Амурского района и профильному министерству оперативно решить вопрос с питьевой водой в поселке Болонь. Скважина должна появиться до начала холодов. Алла Баковкина, Любовь Краснослободцева и Павел Павлов, телеканал «Губерния».